Люди, как правило, въезжающие по визе Би-1 подают на политубежище в США. Политубежище – это в прямом курсе брин-карте. Я конкретно занимаюсь направлением политубежища, визами уже занимаются мои помощники. Тоже вещь интересная, политубежище позволяет через 150 дней получить разрешение на работу и дальнейшим брин-картом. Это мы можем завтра рассказать, кому-то интересно, как это делается. Там бывает, скажу, три направления – это политика, это религия и это сексуальная религия. Есть история по F1 визе. То есть F1 виза – тоже неплохая виза, по статистикам ее тоже очень хорошо. Виза F1 – это возможность учиться в США в какой-либо школе, либо в колледже. Там есть две программы. То есть F1 виза – это язык, либо вы обучаетесь языку, либо вы выбираете себе в магистрскую программу. Два варианта. Значит, как это все происходит вживую? К нам приходит клиент и говорит – так, я хочу поехать по визе F1. Мы говорим – отлично. Я сразу же беру досочку и рисую ему кружочек, как я обычно это делаю. И в процентах ему говорю, что нужно ему набрать. То есть 40, 40, 10, 10 процентов. Дальше. Я беру на себя ответственность по 10 процентам в США. Мы связываемся со школой. Школа ровно за неделю. Причем это хорошая школа, и я лично в ней был буквально пару недель назад, когда я находился в Северном Штатах. Я заезжал, общался. Значит, там есть русскоговорящие медицины в этой школе. Они готовят пакет документов. Они готовят вам приглашение в форму I-20. Оплачивается сервис-номер. Все это дело в оригинале отправляется к нам в Москву, в московский офис. То есть мы свои 10 процентов здесь забираем. Следующий вопрос, ребята, это очень важный вопрос. Когда вы оказываетесь у миграционного офицера по визе F1, сразу же ждите. Почему подаешь в Москве? Почему ты из Бешкеха приехал в Москву подавать? Да, индивидуально мы эту ситуацию прорабатываем.